Доброе утро, дорогие телезрители! Я приветствую вас в нашей программе и поздравляю вас с памятью всех русских святых! В прошлое воскресенье мы со всей Церковью празднули память всех святых от века Богу водивших, а ныне особо отворим память святых в земле русской просеявших. Но как истинная любовь ко всему человечеству начинается с любви к родным, так и истинное почитание всех святых и, возможно, без почитания в первую очередь святых нашей земли. Мы можем посещать места их подвигов, которые доселе посещает их дух. Мы можем молиться о их мощей, прославленных многими чудесами. Мы благоговейно созерцаем предметы, когда-то освященные их прикосновением, берем целебную воду из источника, возникших по их молитвам. Можно бы назвать не один город, выросший на месте бедной келии, когда-то построен одиноким отшельником. Преподобный уходил в пустынные леса работать единому Богу, а мир смиренно тянулся за ним. Люди селились вокруг, чтобы пользоваться духовным руководством. И постепенно возникал белокаменный монастырь, а потом целый город. Смиренные иноки мечтали об уединенных подвигах и молитвах, но по послушанию становились епископами, митрополитами, патриархами. Они собирали народ вокруг Христа, и в трудные годы испытаний христианской войны знали, что они защищают не столько временно земное царство, сколько спасительную православную веру, без которой невозможно наследовать и Царство Небесное. Так наши святые старались угодить Богу по заповеди, а Бог давал им послужить всему народу. Они хотели трудиться лишь для Царства Небесного, Господь через них оказывал благо и Царство земному. Здесь действовал вечный закон Христов. Ищите же прежде Царство Божие, правду Его, это все приложится вам. Все эти наши земляки такие же люди, как и мы. Все они сначала занимались такими же земными делами, как и мы занимаемся. Откуда же взялось них то, за что мы их славим и чему удивляемся? А просто каждый из них когда-то встретился с Господом, и Господь просто позвал его, как позвал отновли рыбы первых апостолов. Идите за мной, и не тотчас оставь все эти последования за Ним. Сегодня я хотел бы обратить внимание на наше поведение в Храме Божьем. Очень часто в последнее время, приходя в Храм Господень, мы не всегда благоговейно себя ведем, особенно когда совершаются божественные службы. Люди позволяют себе перемещаться по Храму, громко разговаривать, отвлекая друг друга. Очень часто распространено то, что звонят мобильные телефоны, которые своими звонками, своими мелодиями отвлекают людей от службы. И, как правило, самые важные моменты, например, когда читается Святое Евангелие или какая-то другая важная молитва, начинает звонить телефон, который отвлекает всех людей. Это говорит о нашей, прежде всего, невнимательности, в нашем беспечном отношении к Храму Господню и рядом стоящим людям. Мы должны помнить, что, приходя в Храм Господень, насколько бы мы ни пришли, на пять минут зашли или на всю службу, мы должны себя полностью посвятить Господу. То есть все остальное, мирское, все свои проблемы, все свои мысли оставить там, за Храмом. А сюда прийти, стать предлецом Божиим, таким, как мы есть, со своими немощами и грехами, обратиться к Богу и благоговейно постоять в тишине Храма. И особенно, когда идет Божественная служба. Очень важно, что во время службы каждый человек, стоящий в Храме, стоял и слушал те слова молитв, песнопений церковных, которые мы с вами слышим в Храме Божьем. И очень важно всегда помнить, что даже если ты пришел во время службы, тебе нужно решить какой-то там вопрос на свечном ящике или поставить свечу, то это нужно делать тихо, чтобы не мешать людям, которые молятся в Храме. Потому что каждый шум, каждое движение, оно очень отвлекает. И представьте себе, если большинство людей будут начнут передвигаться, во что превратится служба Божия. Поэтому нужно всегда об этом помнить, об этом не забывать, потому что Храм Божий – это особое место. То есть наше отношение, наше поведение в Храме показывает, как мы относимся к Господу, относимся к ближним. Поэтому хотелось бы, чтобы, по крайней мере, храм был тем местным, где мы старались бы и уважать и других людей, и проявлять действительно свою христианскую любовь. Поэтому будем об этом помнить, об этих маленьких вещах, но с которых складывается вся наша жизнь, которые являются очень важными для духовного состояния человека. И впредь будем стараться делать все, чтобы не мешать другим людям. Продолжается Петров пост, который совершают все православные христиане, а я представляю православный календарь на следующей неделе. В понедельник, 27 июня, память пророка Елисея. Во вторник, 28 июня, святителя Ионы, митрополита Московского. В среду, 29 июня, святителя Тихона, епископа Амафунского. В четверг, 30 июня, память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. В пятницу, 1 июля, боголюбская икона Божьей Матери. В субботу, 2 июля, память святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского. Воскресный день, 3 июля, благоверно князя Глеба Владимирского. Наша программа подходит к концу. Я с вами прощаюсь и желаю всех благ от Господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Кулакова